снова здорово дамы и господа на связи роман и канал фрисан games у нас третий выпуск ответов на комментарии читаем отвечаем и все в этом же духе и первый комментарий у нас алексей зыков рома вопрос ответ эта шляпа полнейшая это надо прямом эфире вертеть ну вот вертим как практически в прямом эфире хотя да ты прав что интереснее это было бы конечно сделать на стриме о котором я думаю ну у меня ремонт и пока немножко не получается просто-напросто как только так сразу едем дальше кстати вертанули если что я кстати ставлю падма и перейду к древну смолоком твой выбор в принципе одобряю почему бы и нет древан смолоком весьма весьма неплохо макс гейм внутрь и жопу надрал насколько я помню это мне там по моему жопу надрали но что-то у меня немножко получилось или ты имеешь ввиду про легенду рей было дело а какое значение имеет расстановка в пачке вот это кстати интересный вопрос и его задают много ребят на самом деле имеется ввиду расстановка в пачке жуков это очень важно я откровенно говоря честно говоря сам то не знал до определенного времени пока мне не сказали опять же в комментариях после этого я пошел спросил у опытных ребят говорю мол так то так то мне тут сказали потому что иногда могут специально еще соврать иногда со зла иногда не очень вот и да оказывается имеет значение прикол в чем посмотри я тебе сейчас рассказываю отряды отряды стандартно и вот мы видим жуков вот мы видим наших жуков это альфа это у нас идет санфак солдат поголь и шпион альфа благодаря своей уникалке если я не ошибаюсь призывает на помощь жуков в той последовательности в которой они стоят не случайном не в хаотичном каком-то порядке а именно в той последовательность в которой ты их расставил в пачке соответственно для чего мы ставим первого санфака для того чтобы он своей основной атакой снимал бафы и дальше идет солдат накидывает понижение стойкости после этого поголь блокирует ну и шпион под конец еще неплохо так заряжает то есть вот имеется в виду что в жуках имеет значение в расстановке с остальными отрядами я не знаю возможно возможно есть еще какие-то отряды в котором это имеет значение но кроме жуков я на самом деле не слышал вот поэтому если ты играешь жуками ту и ты не знал об этом то обязательно ставь и говори спасибо в принципе русал обществу о том то что эту информацию в принципе распространяется тому человеку кто об этом узнал кто всех остальных научил едем дальше если что это был не я отличная попытка на рэй на самом деле ты был близок возможно возможно сейчас в любом случае у нас выходит легенда палпатин многие поговаривают и я с ними вполне себе согласен что понадобится травм в реликвиях опять же для легенды палпатина это будет кстати потому что кон 30 легенды в основном тоже с травмом поэтому будет смысл хотя бы травма вывести в реликвии привет смотри есть палыч пять звезд есть сепаратисты но под мы не могу пятую категорию забрать помоги что делать во первых я не вижу абсолютно потому что ты не оставил мне чего кода союзника да и сепаратисты смотря какие на самом деле под мы пять звезд берется практически любыми соперами сепаратистами очень легко но мне сильно помогали кто мне очень помогал b2 накидывая запрет на бафы на соперника очень сильно помогал и помогал нут с помощью этих двух персонажей трех жуков я взял не то что под мы на 5 звезд я вытащил по думаю на 7 звезд благодаря этим двум персонажа между прочим притом тир был у всех низкие то 8 9 даже по моему 7 у кого-то жука был привет я пошел через пп мой тег по флоту и светлым персонажам плохо посоветуешь как прокачаться но если ты пошел через пп то каких светлых персонажах тогда у меня это у тебя речь опять же вот кстати через пп блин вот чуть-чуть надо было проект кайло без трусов запускать попозже как раз бы вылез палыч и мы бы с тобой стартанули через имперцев вот это было бы классно и пошли бы за легендой палпатином но ладно по флоту все стандартно то есть если идете через пп можно наблюдать развитие аккаунта как оно должно быть развитие то у меня и у влада можно развивать смотреть потому что он тоже сейчас вроде как через пп стартанул но там через жду на донат и все остальное поэтому там уже развитие в принципе поинтереснее можешь у него посмотреть по флоту качай жуков играть за жуков и будешь держаться в топ-10 вообще элементарно а по светлых я не понял если ты идешь через попытку зачем тебе светлые выкачивая пп шикну в любом случае тебя будут проблемы на арене по возьми кстати если светлых то возьми любых пять светлых которые те лучше всего подойдут чтобы взять палыча палыч с пп неплохо заигрывают на арене но все равно будут проблемы привет играет два месяца джедаи иду к падле и сревану все верно делаю по складу корабля многое на старте узнал своих видео спасибо спасибо тебе большое давай посмотрим давай поглядим есть так ты у нас что идешь к падме и сревану но у тебя флот кстати 40 это неплохо арена 264 это да тоже не скажу что прямо таки плохо но могло быть и лучше особенно учитывая что ты у нас используешь джедаев падла и среван падла и среван падла и среван падла это джен азийцы ага допустим среван этого на старая республика она не особо тогда пока застрела на слушай об тебя знаю что посоветовал бы определиться все-таки куда ты хочешь выйти побыстрее на падлу или на сревану потому что идти за двумя зайцами ты будешь очень долго прокачиваться прямо долго но по флоту у тебя неплохо по флоту красиво сороковое место это достаточно таки хорошо то есть и не часока блоку на используешь судя по всему консула мне здесь молодец здесь здесь молодец но я бы наверное определился я бы не смог сразу за двумя отрядами идти я уже пробовал ничего хорошего из этого не получается не получилось если быть точнее код союзника код союзника я беру я вставляю поехали о роман глянь а как играю за пп красного и хакса только после твоих видео начал качать иду на клюка собираю жуков соответственно под мы будет дальше что посоветуешь и запиши видос как твой пп действует на рейдах хреново действует но не суть смотри играю за пп это понятно что ты играешь за пп за что тебе отдельный респект но опять же я не понимаю немножко играю за пп иду на клюка собираю жуков соответственно будет падма ты все-таки что хочешь для чего ты играешь за пп тебе просто нравится за них играть или ты все-таки хочешь выйти на легенду кайло если ты хочешь выйти на легенду кайло рэн то зачем тебе клюк жуки и падмы в таком случае там и без них у тебя все хорошо получится если же ты не хочешь тогда все равно непонятно зачем тебе клюк жуки и падмы опять же я думаю что тебе совет совет от меня лично определиться куда ты идешь к чему ты стремишься потому что очень много куда ты хочешь а по итогу то ты просто разорвешься на части и просядешь по прокачке а это плохо потом будет очень тяжело догонять уровень семидесятых вот такой-то играю с ситхами и собираю сейчас жуков хочу добить палыча скажи кем пока лучше играть с палыча вместо семы и няхи погоди давай мы взглянем лео так 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 а ну ты красавец смотри то есть петю ты уже поставил у тебя вейдер траун и пбшка уже есть так уже неплохо зачем тебе кто-то еще играю ситхами собирающих жуков хочу добить палыча а может не стоит подумай над тем чтобы жуков не собирать а все-таки взять и пойти в сторону легендарного палыча подумай об этом остаться на ситках им перцах и пойти в сторону легендарного палыча но то что петя уже поставил молодец красавчик прямо одобряю петя знатный персонаж а как игру запустить чего странный вопрос запустить на чем скачать из play маркета либо из appstore либо на эмуляторе установить любой эмулятор ее тянет беспроблемно бастилой надо было финна страх кидать а потом базовый постоянно рейку блокировать он всю малину наломал хотя там все равно рандом а все понял это про легенду рейда да 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 мне почему-то на арене не попадается легенда рей в основном кайло попадается а там у меня без шансов насчет охотников про грида вообще не айс он очень мягкий прям очень то есть на ранних стадиях он не полох неплох хорошо дамажит и станет но если хочешь поднять охоту в реликвии то им бы сто процентов лучше у него очень мощный удар шляпы плюс снимает бафы основной атака у меня сейчас реликтовый боск феты дэнк и эмбо качая мандой карга планирую меня тембой дэнга все все же хотя не оба очень полезно в отряде особенно дэнк под боском так как дает много отхила бомбами всегда вовремя плюс призыва вообще моя любимая фракция просто здесь я соглашусь а не помню отвечал я на этот комментарий или нет соглашусь и поправлю что как бы грида во первых неплох неплох на самом деле особенно под лидеркой эмбо если я не ошибаюсь да под лидеркой эмбо прямо весьма неплох но в любом случае для меня топовые охотники это боск это джанга это боба и опять же как ты уже ранее писал это мандалорец и карга то есть вот эти вот пять это прямо вообще хорошо в будущем хочу их не то чтобы в реликвии но в золото точно всех взять оглашаю видео то что нужно 200 лайков для выхода видео то половина смотрит а комменты не читает оглашаю ребят для выхода следующих ответов на вопросов надо набрать 200 лайков забайтил забайтил поехали впервые зашел после арка надеюсь понравится и что скажешь товарищ понравилось или как посмотри пожалуйста в какую сторону мне дальше двигаться давай поглядим какую сторону о хорошо вот это интересно вот это я прямо чуи с дата мира переговорщик прикольно переговорщик при том уже семь звезд злорадство 6 добивающие прямо классно но вряд ли чтобы человек конечно на полном серьезе хотел узнать моего совета но тем не менее 4 миллиона прямо хорошо прямо хорошо древан пак имеется под мы пак имеется с релан пак я вижу вижу гс клюк имеется рейку не вижу но не суть рейки меня знаешь что больше всего интересует вейдер петю взял но я на твоем месте честно пошел бы за легендарным палпатином прямо сразу с ходу пошел бы за легендарным палпатином почему вейдер уже у тебя практически в седьмой реликвии травм красиво он сто процентов тоже будет палпатина в поднимешь 13 тир в реликвии это изи королевский страж у тебя 7 звезд петя это понятно директора креника этих двоих придется подтянуть но опять же у тебя имперцы много кто в семи звездах я думаю чтобы шатом также будет хотя не факт есть 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 в принципе чем я бы на твоем месте думал бы сходить все-таки за легендой палпатином если ты конечно не шутишь насчет того что тебе нужен мой совет едем дальше круто было слегка потягаться до александер было круто хотел бы побольше практики но к сожалению сожалению пока на арене не получается вот это прямо жестко вот это прямо жестко код союзника поехали там просто много всякого разного человек написал играю 23 года сначала прокачивал плохо потом вернулся 63 левел сейчас потом на 56 смотрел обучалку хотел фениксов и забил потом ждать скоро йода если их качать качать в этом сопротивлении потом стариков собираю сейчас потом сепартистов жуков на кого все-таки качать охренеть ты меня грузанул сейчас качать можно много кого можно пойти по хардкору выходить сразу на какую-нибудь из легенд то есть это первые две легенды это естественный рейд или естественно кайло это сейчас дождаться все-таки финальных требований их требований пойти на люка либо на палыча опять же старые то кто у нас с реван древан плюс малак под мгс через жуков сепаратистов то есть выходов очень много выбирай маршрут который тебе больше симпатизирует но вот честно если бы я бы сейчас стартовал я бы пошел все-таки на легендарного палпатина или на люка смотря кто к тебе ближе но я бы пошел на палпатина небесный рис найс выпуск спасибо большое мне тоже понравилось спасибо за совет на здоровье александр обращайся еще был рад подсказать насколько силен дарт тиранус то есть и дуку на макс уровне и что такое дзета если что и новичок 48 уровня дуку дуку но он неплох в принципе весьма весьма и неплох но не актуален в арены он в основном нужен только для темного джева соответственно раз для темного джева его поднимают минимум золото а иногда и выше то его также можно использовать на ванна в г и везде в принципе где можно запихнуть кого-нибудь темненького а что касательно дзет и дзета это максимум это как бы сказать это не валюта были на как она называется это не валюта как тебе обозвать материал это материал для улучшения способности до максимального уровня в некоторых случаях то есть дзета это прокачки целая дзета состоит из 20 осколков вот то есть персонажу когда ты дашь дзету у него появится опять же дзета то есть ну как объяснить я не знаю как по-другому объяснить в общем 20 осколков собираешь качаешь учили умение персонажа на максимум типа ты дал дзетку вот это просто материал для улучшения способности на максимальный уровень и иногда требуется дзета и иногда требуется омеги то есть только омеги либо дзета плюс омеги у нас по времени еще пока есть доброго времени суток почему у жуков должен быть определенный строй доброго времени уже рассказал немного ранее спасибо за советы ром подумаю насчет равна на флоте тут фишка в том что чтобы залезть химеры в топ это надо кинуть все ресурсы на флот а это можно сделать только при уверенной пешке в моем плане сейчас встать хоть как-то на пешку пассивно поднимая корабли под злорадство и к моменту когда встану на ноги на пешке ворвусь со злорадством насчет легенды даже не пытался еще за ней идти хоть кайло и в дальнейшем запланирован но только после малок и жуков просто раньше ренил ппшками они спал и чем в свое время вообще не давали никому ходить и этим никто не пользовался а я залез в топ и насчет скоростей на древе согласен усиленной форме просто родном пока не разрешает дать больше пбхи сейчас дал меньше это для задач пешки просто все решает первый ход у меня соперники по типу сревана и гэса у которых кулаки сходу и от них спасает только прыжок древы и последнее color я вернулся увидел реликвии было очень интересно он был ближе всех крелом поднять его было легко и как оказалось он просто аннигилятор ему никто не нужен кроме лидерки кбм он как черная пантера его бьют после первого удара по нему ему становится пофиг и чем больше бьют тем больше он аннигилирует работает против нее вот только контроль почитай его и по тесте очень полезен я про твой путь на легенду мне кажется пригодится не обращала на него внимание пока не дала рел не пожалел спасибо ром рад был пообщаться я тоже я понял о чем речь это легенда точнее не легенда а кайло в седьмой реликвии у него был когда мы склад смотрели да я понял прикол в том то что вспомни мое развитие когда играл еще самого начала первым основным аккаунтом а у меня в принципе на ютубе есть вообще вся история развития данного аккаунта химерой в топ мы залазили как раз таки при условии нестабильной пешки потому что на пешке у меня всегда были проблемы за счет чего я залазил у меня были изначально проблемы пока я играл за солянку какую-то сборную у меня по травмам были фениксы да 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 не пинай но потом появились клык жуки и стало все намного проще и это было все пассивно в плане прокачки и пешка не имел никакого отношения почему потому что жуки просто-напросто тянутся спадки не с подкрепов с поставок вот поэтому я не вижу никаких проблем с травмом на жуками сидеть хотя бы в топ-50 как минимум как минимум я же показывал в одном из видео где у нас человека я даже сейчас я могу кстати показать смотри мы сейчас у меня достаточно уже старенькая арена можем мы с тобой залететь на арену флота и посмотреть то есть вот места меня кстати сильно сбили до 12 место вот смотри пацан пятое место я релин бомбат канаде андженерал вот этот чувачок он всегда в топ-10 у нас на траву не держится между злорадствами и переговорщиками поэтому я не скажу что травм это что-то плохое это как-то не получается нет он конечно да морально устаревает но тем не менее и тем не менее ладно едем 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 дальше еще чуть-чуть поотвечаем почему бы и нет оху так здесь что-то много чего-то написано так корабли в моей гавани не взлетим так поплаваем кто узнал тот молодец а в смысле и я одну цифру какую-то не скопировал как так получилось извиняюсь и изменяюсь дико я не виноват не виноватая он сам ко мне пришел так в активу свекте ус ромастер так привет рома аккаунт 2015 года он активно начал играть только в январе плюс был неоправданно бан в июле на месяц собирал много всякого мусора сейчас решил пойти на легенду но проблема в том что мнение падают осколки не генерала хакса и красного арена не могу похвастаться у меня уже с 1300 вместо легенды хочу узнать правильно ли я делаю как дальше качаться стоит ли брать легенду или остановиться и взять курс на кого-либо другого сейчас в данном случае тебе наверное имеет смысл взять курс на возможно на легенду но вот как раз таки в плане имперской легенды петю ты же взял взял я уже палочь тем более в 7 реликвии вейдера трауна вытянуть там дальше смотреть по условиям кто еще нужен будет на директора клиника я смогу посмотрю практически ни у кого нету поэтому подумай насчет легенды палпатина будем толпой прям идти за ним оставлять вопросы пожелания мысли по игре видео следующее видео через 200 лайков да это это я конечно же писал почему бы и нет можно было бы кстати на том же комментарии и закончить но нет помоги с модулями на падме я в них ничего не понимаю потом угадай мой деф и атаку с учетом того что четверка в атаке четверка в дефе не считая флот я спад мы тоже не особо понимаю если честно это те лучшего art of war а посмотреть потому что под мы бывают медленная под мы бывают быстро но по-моему если я не ошибаюсь советовали подумай одевать в жир прямо максимально сильно в жир мы сейчас можем чтобы зайти на арену отрядов посмотреть есть ли у меня где-нибудь тут в топах падма и подглядеть модули за одно союзника кстати еще возможно есть вот пожалуйста падма давай смотреть жир и эффективность пожалуйста жир и эффективность скорость 300 вот но повторюсь лучшего влада of the art of war а насчет падма поговорить ну что я нет нервана привет чек него к я иду через пп но вдобавок ним фениксы есть и шанс джена зисы вкачаю и кому давать за эту красному фазме кайло без маски или хаксу здесь даже можно не смотреть эти в любом случае скажу что мы давали дзетту первую 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 сейчас я тебе скажу я уже забыл это надо пересмотреть видосы какие сепаратисты первый порядок первый порядок так кайло не по моему мы давали первую дзетту кайло на лидерку потом вроде хаксу потом красному потом шрамы вроде вот так вот лидерка хакс красные шрамы да вроде так вообще можешь посмотреть просто напросто потому что у меня было просто видео про по кайло все язык заплетается надо заканчивать можете пожалуйста оценить мои видео помогите с развитием каналов братан это мертвая тема можешь так не делать никогда у меня 1 время флота хз сколько не играл сейчас уже полтора месяца как вернулся а все все помню помню мы обсуждали этот момент советы даешь как профи но у тебя много ошибок по развитию не не отрицаю вообще у г.м. намного больше моей но я тебя но и чё но я тебя но я тебя в легкую пройду на великой арене какой ты парниша хвосту ниша как мне это нравится и не нравится одновременно малахор 5 здравствуйте малахор малахор 5 малахор 5 да так смотри с ревандре он отличное развитие ничего не могу сказать прямо хорошо да если бы я по гайдам развивался в свое время то у меня было бы тоже неплохо но к сожалению нет да и в принципе я ошибок всегда много допускал и допускаю и буду еще дальше и допускать а чё у тебя с ревандре ван падмы блин неплохо собрал мне нравится молодец молодец по флоту дрянь конечно но молодец молодец в любом случае но давай мы наверное на этом красавцы и остановимся на сей раз просто чтобы сделать ему наверное хорошо ведь он не просто так оставил этот комментарий и как пример что если развиваться правильно то при маленьком г.м. а 2600 это не такой уж большой г.м. можно получить вот такой вот охрененный реликтовый склад если конечно человек играл честно без различных модуляторов но я надеюсь что все таки так и есть ладно ребят на этом у нас все если интересно то обязательно подписываемся жду вас в комментариях тыкаем лайки чтобы быстрее вышло новое видео большое спасибо что посмотрели с вами был роман и да пребудет с с нами сила